Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 1 июня, 463 день войны. Собрали для вас все самое важное. В Белгородской области снова идет бой, у Путина есть собственное царское село, в Калуге взорвался мощный дрон, а в Москве ремонтируют бомбоубежище. Начнем с обзора военных действий. На фронте продолжаются локальные столкновения. Украинская армия отбивает небольшие российские атаки в Маренке, на Купинском направлении, а также в районе Бахмута. Сегодня утром появилась информация о новом прорыве диверсантов в Белгородскую область. Вот, например, что заявляют представители РДК. Ну что ж, друзья, бойцы русского двороводческого корпуса снова введут бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажется окраина Щебекина. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь, бойцы русского двороводческого корпуса не воюют с мирными жителями. При этом губернатор Белгородской области Гладков прорыв отрицает. Недоброе утро выдалось в Белгородской области, в Шебекинском округе. Непрекращающий себя обстрел со стороны вооруженных сил Украины. 8 человек раненых, погибших нет. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Кадров с погранпункта пока нет, но по неподтвержденным данным в районе пограничного пункта Шебекина на дороге в город Шебекина, который последнее время регулярно обстреливается, как раз идут бои. Шли обстрелы и сегодня писали об атаке из РСЗО «Град». Канал РДК пишет, что Градами было атаковано здание МВД, где собирались силовики. Пока надежной информации о происходящем в Белгородской области очень мало, мы будем держать вас в курсе, еще вернемся к Белгороду в этом выпуске. Этой ночью вновь был атакован Киев. По данным украинских властей, удар наносили ракетами «Искандер» из Брянской области. Погибли трое, пострадали 16 человек. Погибшие были убиты обломками ракет, не успев спрятаться в убежище. Оно было просто закрыто. И сейчас киевские власти проводят расследование. Тем временем наступило 1 июня, а это день, когда ЧВК «Вагнер» собирались полностью уйти из Бахмута. Пригожин заявляет, что вывод ведется и срок его окончания 5 июня. Все еще неизвестно, насколько это правда. Все ли вагнеровцы ушли из города? А главное, какие российские части их заменили? А в Калужской области, возле поселка Товарково, упал летательный объект. Скорее всего, сбитый беспилотник самолетного типа. Но официально это еще не подтверждено. Судя по воронке, заряд был серьезный. Какая красота! Пока ты смотришь футбол, твоих друзей забирают на войну. Пока ты смотришь футбол, твои соседи пишут на тебя донос. Пока ты смотришь футбол, Кремль атакует дроны. Хочешь смотреть футбол? Или узнавать самое важное? Каждое воскресенье в 17.00 только самое важное. В США анонсировали новый пакет военных поставок Украине на 300 миллионов. В списке боеприпасы для разных типов ПВО, в том числе Патриота, а также снаряды для гаубиц и патроны. Кроме того, заявлены поставки ракет «Воздух-воздух» М7 для украинских истребителей, неуправляемые ракеты Зуни, а также системы ПВО «Авенджер». Власти ЮАР продолжают думать, как им не арестовать Путина на саммите БРИКС. Теперь рассматривают вариант переноса саммита в Китай, потому что КНР не признает юрисдикцию международного суда. На днях сообщалось, что у Путина будет дипломатический иммунитет. Однако такой иммунитет не отменяет ордеров, которые выдает международный трибунал. А Путину сейчас страшно ездить в другие страны. С момента выдачи ордера на его арест он никуда не выезжал из России, даже на очередную инаугурацию Эрдогана отправит вместо себя Володина. Да и в Индию на саммит ШОС Путин также отказался лететь. Белгородская область обстреливает буквально каждый день. Сильнее всего атакуют Шебекино. В городе постоянный запах гари от регулярных взрывов. Губер Гладков заявил, что только сегодня пострадали 8 человек. Местные власти продолжают эвакуацию. 140 человек уже прибыли во временный пункт приема в Белгороде. 35 из них это дети. Прилет и дым пошел. Все дымит. Жестко накрыли с чего-то. На следующем видео будет здание, которое горит. И, судя по всему, оно загорелось после обстрела. Тут горит крыша. Видео опубликовал один из местных пабликов. Здание возле администрации. По сообщениям жителей, в городе почти никого не осталось. Он закрыт для въезда. Многие не могут выехать. Транспорта не хватает. Жители просят помощи в комментариях, обращаясь к губернатору. Говорят, что по указанным для обращения номерам телефонов никто не отвечает. Гладков сказал, что под обстрелами эвакуировать людей опасно, поэтому надо переждать. Видимо, по мнению губернатора, оставаться под обстрелами безопаснее, чем уехать. Жители Белгородской области требуют защитить и убрать с границ срочников также. Ведь боевые действия на границе происходят не первый раз, и вот-вот им придется сражаться. Хотя Путин обещал, что срочники участвовать в боевых действиях не будут. В Москве подготавливают бомбоубежище. Расчищают подвалы, размещают инструкции к действию и сбору тревожных чемоданчиков. Если кто-то верил, что война его не коснется, то вот она уже пришла и в Москву. А следующая новость в очередной раз демонстрирует императорские замашки Путина. Его попытки подражать российским правителям прошлого. На этот раз речь про настоящее царское село. Для путинской родни вокруг резиденции в Новоогорёво. Рядом с Путиным ожидаемо живут его дочери Мария Воронцова, Екатерина Тихонова, а также бывшая жена Людмила Очередная. Почему Путин расселил всех вокруг усадьбы Новоогорёва? Тут всё просто. Он эту усадьбу закрепил за собой до конца жизни. Земли вокруг усадьбы покупали через заграничные офшоры, а после передавали дочерям Путина. На девушек, конечно же, ничего не записывали. Участки для Марии приобретала кипрская компания Эрмира, которую часто называют кошельком Путина. У него много таких. А территория Екатерина записана на её мужа Шамалова. Рядом с ней живёт, ну, бывший уже мужа. Рядом с ней живёт и её мать Людмила вместе со своим новым мужем Артуром Очередным. Их владения тоже записаны всё на того же Шамалова. Тихонова и Шамалов, судя по всему, устраивали себе роскошное жилище. Только на одном из своих участков они решили перестроить дом за 9 миллионов евро. По минимальной оценке. И вот что там есть. Предметы для уличного шатра за 53 тысячи. Столовая люстра 72 тысячи евро, ну, как стоимость квартиры в Подмосковье. Ну и барная стойка из перламутра и мрамора за 120 тысяч евро. Ну а что, не своими же деньгами платят, вашими. Кстати, некоторые источники утверждают, что именно в это царское село могли целиться беспилотники во время атаки на Москву. Потому что Путин в этот момент находился как раз в Новоогорёво. На самом деле, я думаю, что вы мало удивлены такой новости. Путин главный вор, коррупционер в стране. И все эти владения стоимостью миллиарда рублей принадлежат, конечно же, лично ему, как и деньги всех его дружков. На кого бы по документам их не записали. В Москве неизвестные срывают таблички последнего адреса. Это такие таблички, которые устанавливали на домах, в которых жили граждане репрессированные, расстрелянные при Сталине. Кто и с какой целью пытается избавиться от напоминания о реальном советском прошлом, пока неизвестно. И в Госдуме отклонили предложение об отсрочке для кандидатов и докторов наук. Потому что, цитата, степень еще не значит, что ученые реально занимаются наукой. А понятия частичная мобилизация в законе вообще нет. Наука в России и так, на самом деле, в плачевном состоянии. Ученые эмигрировали. Некоторых профессоров посадили за измену Родины, как они называют. За иностранное финансирование. А теперь еще и часть из них погибнут. И вот еще одна безумная новость про запрещенное в России сочетание цветов. Депутаты из Ханты-Мансийского округа пожаловались в прокуратуру и даже в администрацию президента, потому что увидели подозрительную подсветку скульптуры в сквере. Конечно же, из-за того, что она была непатриотичного, сине-желтого цвета. А знаете, почему это не очень удивило? Потому что монтаж скульптуры производили специалисты из Англии. Все вполне логично. Такие новости сегодня. Обязательно ставьте лайк, напишите комментарий для того, чтобы, как обычно, продвинуть этот выпуск новостей. Спасибо, что смотрите. И отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нашу программу на Патреоне популярной политики. Ники этих замечательных людей вы всегда увидите на экране. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok